МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман-Вет спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о бывшем капитане дальнего плавания, который вместе с сотрудниками ветцентра заботится сразу о нескольких безнадзорных собаках. Пес по кличке Боцман ни на какие уговоры и обещания забрать его из ветклиники после лечения не согласился. Ему потребовалась помощь ветеринаров после драки с собаками из чужой стаи. Проходили, может быть, мимо территории, и он вступился. Потому что они далеко не отходят, и на чужой территории они особо не дерутся. Волонтер Николай Попов говорит, что Боцман – пес боевой, и в компании других собак со станции рьяно защищает свою территорию. А потому и шрамов на морде у него очень много. В ветцентр пса Николай привез со скальпированными ранами задних ног. В результате бесплодных уговоров временно пожить и полечиться в клинике, Николаю так и пришлось нести Боцмана в стационар на руках. Скальпированные раны – достаточно распространенная травма у бездомных собак. В этом случае животным требуется систематический уход. Конечно, если площадь раны очень большая, то может встать вопрос о пересадке кожи. Но такие случаи довольно редки. Укусанные раны, они, как правило, инфицированы и могут, конечно же, быть более осложненным увеличением. Но в данном случае, конкретно в случае Боцмана, прогресс идет очень хорошо. Николай Попов 30 лет проработал капитаном на нефтерудовозах. Ходил по Средиземному и Черному морям. Сейчас он взял шефство сразу над несколькими собаками, прибившимся к двум лодочным станциям на Сухой Самарке. Вот она, Сонька, да. Вот, вот наша хозяйка пришла. Да, 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 да. Ну, как же. Рекс, Рекс пришел, а меня не взяли, да? Николай Попова сотрудники ветцентра «Флагманвет» знают давно. И, несмотря на его возраст, ласково называют дядя Коля. Если его хвостатым подопечным требуется медицинская помощь или стерилизация, везет животных к уже знакомым ветеринарам. Ну, здесь сейчас осталось четыре собачки. Хозяйка Соня, стерилизованная во флагмане. Ее дочка Люся прозвали. Рекс Черный тоже вроде бы здесь давно живет. И в прошлом году прибился рыжий с больной ногой, с перебитой ногой. Не перебитая, а порезанная нога была, лапка за ней. Вот, ее тоже лечили во флагмане. Вылечили нормально. Несмотря на то, что собаки, прибившиеся к лодочным станциям, всегда накормлены охранниками, Николай никогда не приезжает в гости к своим подопечным с пустыми руками. Им ведь нужно, чтобы разжевать почти. Видишь, даже не подходят. Сонюшка, на. Ну, скушай. Ну, скушай кусочек. Не хочешь? Несмотря на то, что за собаками, живущими в гаражных и дачных массивах, при лодочных станциях ухаживают люди, эти животные тоже считаются безнадзорными. А их численность подлежит регулированию в рамках программы ОСВВ. Скажем так, то, что неравнодушные граждане подкармливают животных, ухаживают за ними, там, обрабатывают их от клещей, лечат по своим возможностям. Это их личная инициатива, личное желание в правовой плоскости. Так или иначе, они никаких прав владельца в отношении животного не имеют. Хотя бы по той простой причине, что отследить, чем эта собака занимается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это невозможно. Поэтому, конечно, считать этих животных домашними нельзя. Ловцы не могут работать на территории частных компаний и закрытых объектов. Для этого такие организации должны заключать прямые договора со службой отлова и предоставлять доступ ее сотрудникам. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагманвет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова